Мы находимся в президентском физико-математическом лицее номер 239. Эта школа известна многими своими достижениями и одной из них – Центр робототехники. Центр начал функционировать в 2008 году, а в 2010 уже стал городской экспериментальной площадкой. Сотрудничество с вузами, участие и победы в международных олимпиадах, курсы для преподавателей, непрестанная работа с детьми, проведение соревнований и многое другое составило бесценный опыт первооткрывателей. В итоге здесь родилась методика преподавания робототехники, которая теперь известна по всей стране. Причиной тому – открытая работа Центра с привлечением детей, педагогов и энтузиастов из различных организаций из других городов. Мы стали следовать принципу «помоги вырасти окружающим и вырастешь сам». Мы решили создать образовательную среду для развития робототехники. Так и растем помаленьку вместе с конкурентами и соратниками. Первое, о чем следует рассказать – это организация пространства учебного кабинета. Когда мы проектировали его в 2008 году перед капитальным ремонтом, мы заложили три составляющих. Это, во-первых, учебный класс, во-вторых, лаборантская с местом для хранения конструкторов и отдыха преподавателей, и лаборатория для работы над творческими проектами. Сейчас нам уже не хватает квадратных метров, но все, что было запланировано тогда, оказалось верным. Внешне кабинет робототехники напоминает кабинет информатики. Также вдоль стен стоят 15 компьютеров, только столешницы у компьютерных столов расширены, потому что на них устанавливаются конструкторы и роботы. Посередине класса – массив из парт. При этом на этих конструкторских партах установлены специальные полочки, на которые также ставятся готовые роботы и коробки от конструкторов. Учительское место, помимо компьютерного стола, оборудовано большим конструкторским столом. На нем выдаются дополнительные устройства, аккумуляторы, датчики, а также иногда проводятся маленькие соревнования, и учитель демонстрирует какие-то элементы конструирования. Важным элементом учебного класса является полигон. Это может быть баннер, лежащий на полу, или большой стол для соревнований роботов. У нас в классе стоит сборный стол, который может быть сложен и прислонен к стене, а может быть разложен на колесиках, выдвинут в центр класса, и представлять из себя полноценный полигон для соревнований. Конструкторы сложены в отдельный стеллаж. Их количество рассчитывается так, чтобы каждым двум ученикам доставался один набор. Ну и, конечно, полезно иметь несколько запасных наборов и конструктор для учителя. Мы попали на урок в пятом классе. Задача – подсчет перекрестков. Ребята подготовили достаточно сложную программу дома, чтобы не терять времени на уроки. Но в робототехнике главное не просто собрать конструкцию или составить программу, а обеспечить их взаимодействие. На поиск ошибок и отладку робота уходит времени в 10 раз больше, чем на конструирование и программирование. Мы находимся в творческой лаборатории. В это место попадают только дети, отзанимавшиеся робототехникой хотя бы один год, которые обладают неординарными способностями и, главное, усидчивостью. Здесь на полочке сидит наш робот-барабанщик, ветеран, который первым завоевал бронзовую медаль на Всемирной Олимпиаде роботов в Южной Корее в 2009 году. А Грета, которая играет в ладушки, привезла золото из Малайзии. В 2012 году она стала чемпионкой мира. В лаборатории есть роботы, которые сейчас функционируют, а есть те, которые после периода успеха перешли на запчасти для других проектов. И несмотря на то, что это направление существует у нас не так давно, команда робототехников лицея успела занять первые места на всероссийских соревнованиях и на европейских, бросив вызов опытным робототехникам из Европы. В Центре робототехники занятия проводятся по 20 различным направлениям. От лего-роботов до летательных аппаратов и технического зрения. Школьники имеют возможность выбирать кружки различной степени сложности в течение всей учебы в лицее. Но для того, чтобы заниматься сложными вещами, в первую очередь необходимо освоить базовый курс. С него и начнем.